МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожар! Потушим! Ура! Пожарная безопасность в творческих номерах. Сводка криминальной обстановки в городе. Чистый бросок, порядок, нажал от Крюдорова. Итоги первенства области подзюдо. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня, 21 ноября, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговых органов. Еще Петр I образовал четыре коллегии, каждая из которых отвечала за определенные финансовые вопросы. Позже императрица Екатерина II организовала экспедицию, проверяющую государственные доходы. И только в 1998 году, потерпев до этого несколько реорганизаций, эта инспекция стала Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. И еще один профессиональный праздник отмечается сегодня в мире. В марте 1998 года ООН провозгласила 21 ноября днем телевидения. В нашей стране первые программы были переданы в 30-е годы прошлого столетия. Катодная трубка изобретена в 1933 году, а массовое распространение телевидения в Европе произошло, начиная с 60-х, 70-х годов 20-го столетия. В нашем небольшом городке с 2001 года работает студия кабельного телевидения. Началась она с лаборатории учебного телевидения Смоленского учебно-тренировочного центра. У истоков стояли Олег Павлов и Евгений Коваль. 2016 год – юбилейный для всего коллектива Десногорской телерадиовещательной компании. Десногорской телевидения Десногорской телевидения Десногорской телевидения Завершился региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Транспортная организация «Атомтранс» заняла первое место в номинации за сокращение травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы. В сюжете мы расскажем вам, как на предприятии добиваются высокой безопасности труда. Предприятие «Атомтранс» заботится не только о безопасности труда своих сотрудников, но и стремится к снижению уровня самой угрозы возникновения аварий. Одновременно эту задачу решают несколько служб. Отдел охраны труда обеспечивает контроль закона. Руководители подразделений следят за безопасностью выполнения работ. Постоянно ведется контроль технического состояния транспорта. Ремонт машин производится в собственном цеху, где работают агрегатно-механический, гидравлический и моторные участки. На предприятии за последние три года не было случаев травматизма и профессиональных заболеваний. В 2016 году в наше предприятие была проведена комплексная проверка инспекции по труду по Смоленской области, где была дана высокая оценка нашей работе и не было ни одного замечания. Показателем служит сертификат доверия работодателю, который расположен на входе предприятия. Сезонная профилактическая операция Главного управления МЧС «Новый год» началась на территории региона. Внеплановые проверки пройдут на объектах, которые будут задействованы в проведении праздников, а также в местах хранения пиротехники. За время проведения мероприятия сотрудники МЧС напомнят Смолянам о мерах пожарной безопасности и проведут тренировочные эвакуации. Помимо этого будут определены площадки для запуска пиротехнических изделий. Десногорские школьники приняли участие в ежегодном фестивале детско-юношеского творчества «Юные таланты за безопасность». Отборочный этап прошел 18 ноября в Доме детского творчества нашего города. Организаторами мероприятия выступили Рословское отделение ВДПО, территориальные подразделения МЧС России, городские и районные органы образования. Цель этого конкурса – показать, насколько ребята ознакомлены с основами пожарной безопасности, насколько им знакомы принципы помощи при пожаре, точно та же основа безопасности и жизнедеятельности. В конкурсе приняли участие ученики четырех Десногорских школ города и воспитанники Дома творчества. На суд жюри и зрителей в этом творческом состязании ребята представили 14 номеров. В трех номинациях – хореографическое искусство, художественное чтение и театральные постановки, а также вокальное исполнение. Все выступления ребят были замечательными. Для жюри в этот день работа оказалась нелегкой. Из большого разнообразия прекрасно подготовленных номеров отобрали две самые лучшие работы. В Смоленск представлять наш город во втором этапе конкурса поедут воспитанники Дома творчества с поучительной театрализованной постановкой «Лесная история» и покорившей сердца зрителей и жюри своим голосом и прекрасным исполнением песни. Героям посвящается ученик 4-й школы Антон Морозов. В поселке Гнездово на реке Ольшанка 30 июля супруги Харлап спасли тонувшего ребенка. Семейной паре удалось спасти мальчика, который около пяти минут провел под водой. В Гнездовской средней школе смоленские спасатели вручили супругам благодарственные письма за активную жизненную позицию, за исполнение гражданского долга, грамотные и решительные действия, проявленные при спасении ребенка. Криминальные новости. В городе Ярцево на улице Колхозный агрессивно настроенный мужчина угрожал ножом прохожим. За это он был задержан полицейскими и теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. О криминальной обстановке в нашем городе за неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 92 сообщения о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлении. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 95 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 79 за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 человек. Согласно инициативе за агрессивную езду водителям будет грозить штраф в размере 5000 рублей. Как сообщается на официальном сайте Кабинета министров Российской Федерации, комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о введении штрафов за подобные нарушения на дорогах. Принятие этого законопроекта призвано устранить пробелы в законодательстве, а также создать условия для повышения безопасности дорожного движения. Официально термин «опасное движение» вошел в редакцию правил дорожного движения 8 июня 2016 года. А сотрудники молодежного центра 16 ноября провели познавательно-игровую программу «Я ребенок, я человек» для воспитанников социально-реабилитационного центра «Солнышко». В ходе игровой программы ребятам напомнили о их правах и научили защищать их. В новости спорта 19 ноября в спортивном зале детской и юношеской спортивной школы прошли первенство Смоленской области подзюдо среди юношей и девушек 2000-2002 годов рождения и областной турнир подзюдо среди юношей 2003-2005 годов рождения. Все подробности в нашем сюжете. Всего в соревнованиях приняло участие более ста юных спортсменов из Смоленска, Ярцева, Демидова, Рославля, Десногорска, поселка Верхнеднепровский и Бобруйска, Республика Беларусь. Участников соревнований приветствовали руководители нашего города и именитые спортсмены. И проигрыш и победа – это все равно результат. И самое главное, ребята, проявите сегодня силу воли, характер и терпение. Побольше вам взлетов и поменьше падений. Юные дзюдоисты порадовали хорошей борьбой. Лучшие получили путевки на первенство Центрального федерального округа. Первенство Суббекта Федерации – это первый этап отбора в сборную России. Сначала проводятся первенства областей. Лучшие еют на первенство Центрального федерального округа. Кто занимает там призовые места, выезжает на первенство России. Кто становится чемпионом первенства России, входит в состав сборной России и выезжает уже на международные соревнования. А сейчас о результатах десногорских дзюдоистов. Победителями и призерами первенства Смоленской области в своих весовых категориях стали Первое место – Максим Коваленко, Александр Зуев. Второе место – Сергей Сопронцов, Евгений Холодок. А среди победителей и призеров областного турнира десногорцев еще больше, с чем мы их от души поздравляем. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова